МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия дневной выпуск информационной программы Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев провел прием граждан, где ответил на интересующие их вопросы. Что волновало жителей Республики, узнавала наша съемочная группа. Прямой и открытый диалог органов власти и населения. Одно из направлений деятельности руководства Республики. Личная встреча главы Чувашии и жителей – одна из форм такого общения, при которых граждане могут оперативно получить ответ на свой вопрос. Тамара Асанова, жительница поселка Ибреси, поинтересовалась, когда власти обратят внимание на состояние трассы «АллатР» и «Бреси». Сядите, что это республиканская дорога. Мы отсюда, через Министерство транспорта, соответствующие торги будем проводить. В плане работы, когда же мы обсуждали, он в этом году и есть. Здесь полностью, всю трассу, скорее всего, нам не удастся отремонять перед Амариевым. Но абсолютную большую часть протяженности этой дороги мы в этом году сделаем. Это во-первых. Во-вторых, те ямы, которые там образовались, я сам провяжу, поэтому ямочный ремонт, однозначно мы проведем в этом мае-месте, когда подобный условный верт установится. Электрификация в районах республики и другие социально значимые вопросы также не остались без внимания. Глава Чувашии пообещал, как можно быстрее в них разобраться. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Такие встречи проводятся не в первый раз. В одну из них с просьбой зачислить ребенка в коррекционный детский сад обратилась одна из жительниц Чебоксар. Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют особого внимания. В обычных детских садах сделать это сложно. Владиславу почти три года и у него серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. По советам знакомых, его мама решила обратиться в общественную приемную, чтобы определить сына в специальный садик. Здесь ребенком смогут заниматься врачи и чем быстрее начнется лечение, тем лучше результат. Я решила, что все-таки пойду, потому что надо попробовать в любом случае. Проблем не было с тем, чтобы попасть в голове. При обсуждении данной проблемы он сказал, что постарается помочь в данном вопросе. И в течение небольшого промежутка времени, естественно, постарается решить этот вопрос. Вопрос был решен почти сразу же. Время ушло лишь на подготовку необходимых документов. Сейчас Владик ходит в детский сад «Надежда». Тут с детьми ежедневно работают врачи-дефектологи, логопеды, психологи, инструкторы по физической культуре. Владик за это время хорошо продвинулся, можно сказать. Во-первых, организованный стал ввиду своего, скажем, недуга. Это было сначала, поскольку он пришел из дома, немножко неорганизованный был. Сейчас с удовольствием лежит на занятия, очень хорошо слушает внимательно и выполняет в силу своих возможностей. Мама Владислава радуется успехам сына и благодарит знакомых за своевременный совет. Екатерина Абрамова, Николай Яковлев, Республика. Более 35 миллионов рублей с федерального бюджета получит в 2015 году Чувашия на создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В последние три года в 66 школах создана универсальная безбарьерная среда для маломобильных групп населения. На эти цели было направлено около 200 миллионов рублей, которые пошли на ремонтные работы. Установку пандусов, расширение дверных проемов парадных входов, раздевалок, столовых, закупку специализированного учебного и реабилитационного оборудования. В этом году к программе присоединятся еще 30 с лишним республиканских школ. Председатель правительства Чувашии Иван Моторин побывал в Козловском и Цивильском районах республики. Подробности в нашем сюжете. Свой рабочий день председатель правительства начал с посещения Козловского молочного завода. Иван Моторин осмотрел линию производства от цистерны до упаковки. На предприятии налажена работа с основным поставщиком молока. Сдает молоко и население. Лабораторные исследования молока из частных хозяйств имеют высокие по качеству показатели. В ближайших планах расширение производственных мощностей. Ведь завод отправляет свою продукцию в торговые сети Республики Татарстан. Побывал премьер-министр и в крестьянско-фермерском хозяйстве Василий Семенова. Сейчас в нем управляется сын Иван. Государственные субсидии и вынужденный рост цен на местную продукцию позволили закупить новую технику и расширить границы земельных площадей. На предстоящий год у предпринимателей уже есть планы. Они хотят заняться производством соков из овощных и ягодных культур не только для продажи на прилавках магазинов, но и для поставок в организации общественного питания, школьные и дошкольные образовательные учреждения. Подобные инициативы найдут только поддержку в правительстве Республики, отметил премьер-министр. В исторической части здания Байгуловской общеобразовательной школы знаменитой своей прославленной ученицей, детской писательницей Марфой Трубиной, идут ремонтные работы. Кроме того, продолжается начатая в 2010 году реконструкция спортивного зала школы. Деньги есть у Минобразования на спортзалах, есть, по крайней мере, в этом году. В Цивильске председатель правительства осмотрел территории, выделяемые под индивидуальное строительство многодетными семьями. Планируется и возведение многоквартирных домов, но сначала надо решить вопрос с инфраструктурой. Только после этого можно говорить о масштабном строительстве в городе. Выявилась и другая проблема. Интенсивная застройка требует создания более мощных водочистных сооружений. Они уже построены, но работают пока в тестовом варианте. Иван Моторин дал поручение устранить все недостатки в кратчайшие сроки. Александр Гаврилов, Александр Петров, Республика. Медаль ордена за заслуги перед Чувашией вручили Анне Арсеевой, бывшему директору Чебоксарского мясокомбината. Сегодня мало кто может догадаться, что Анна Кузьминична в Чувашии приезжая. В 1958 году попала по распределению, да так и прижилась. Ни разу за это время не подумала не только об отъезде, даже о смене места работы. Чебоксарский мясокомбинат стал делом всей жизни. Анна Арсеева вложила в него все свои знания и силы. И каково же было видеть, как в постперестроечные годы один из флагманов республиканской переобрабатывающей промышленности едва не пошел ко дну. Сегодня завод возрождается, и Анна Кузьминична болеет за него всей душой. И не только за мясокомбинат, за всю отрасль в целом. Она не понаслышке знает, какой потенциал у местных сельхозтоваропроизводителей и переработчиков. Круговорот молока в природе. Глава республики поручил отраслевым ведомствам взять под контроль вопросы, связанные с производством молока в республике. Ценовая политика в области закупки этого важного продукта меняется. В Чувашии вводится система дифференцированного расчета за молоко. По такому принципу уже начали работать в Комсомольском районе республики. В колхозе урожай, например, рассчитывают стоимость молока с учетом его качества. Собирают здесь ежедневно более 7 тонн сырого молока, причем половину с населения. Здесь у нас весы, на весах принимается, охлаждается, идет в танк, потом на переработку делаем, сепарируем, пастеризуем. В данный момент производим молока 3 тонны в день. Отсюда молоко доставляется в столицу и некоторые районы Чувашии. И даже соседи из Татарстана тоже пьют наше молоко. Надо отметить, что надои молока с каждым годом увеличиваются, а перерабатывающие предприятия развиваются. Так, например, совсем недавно на предприятии Молцентр открылся цех по пакетированию пастеризованного молока. А в планах предприятия запуск линий производства сметаны, творога и кефира. Такие примеры пока у нас, конечно, в малом количестве. Но есть вот у нас и Брестинский, и Канарский часть, Комсомольские районы. Конечно, очень сложно с частниками работать, но у нас есть сборщики молока, которые готовы заключать договора, платить больше за качество молока. И это вот на Учурашевский молокосборный пункт, который готов уже эту работу проводить. Ну и с остальными сборщиками будем отдельно вместе собирать, говорить. Но задачу о том, чтобы во всех районах республики у нас за качество молока платили больше, мы это себя не снимаем. Будем продолжать эту работу. По данным Минсельхоза Чувашии, еще в двух районах, и Брестинском, и Канарском, перейдут на систему дифференцированного расчета за молоко. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. Военно-патриотический клуб из Алатаря вышел в финал престижного конкурса «Победа». Участие в нем понимают представители всех поволжских регионов. Алатарские школьники уже обошли сильнейших конкурентов и теперь ждут оглашения результатов. Здесь у нас военно-историческое оружие, то есть самозаветный винтовк токарю знаменитый, который прижилась в Великой Отечественной войне только в морской пехоте ввиду своей капризности. В коридоре макеты оружия разных лет, на стенах камуфляжная сетка, а в центре зала – икона святого адмирала Ушакова. В этом учебном классе у ребят принимают и экзамены по стрельбе из автоматов и пистолетов. Тир интерактивный, мишени проецируются на специальном экране. Попасть в такие цели довольно непросто. Клуб Ушаковцы в Алатаре появился три года назад. Все ребята здесь – морские пехотинцы. Чтобы получить вот такой черный берет, каждому воспитаннику необходимо доказать, готов ли он в будущем стать настоящим солдатом. Руководитель клуба когда-то и сам проходил срочную службу в береговых ракетных подразделениях военно-морского флота. Поначалу Дмитрий Макаров обучал рукопашному бою учеников воскресной школы. И именно здесь решили создать курсы подготовки юных пехотинцев. На благое дело преподавателей даже благословил митрополит Чебоксарский-Чувашский Варнава. Очень быстро мы из воскресной школы Юрского храма переросли в другое структурное подразделение. Там места нам стало мало. Мы начали просить предоставить нам помещение больше, город нам пошел навстречу. Но так в 2012 году у нас родился военно-патриотический клуб «Ушаковцы». Сейчас в клубе обучаются порядка 40 ребят. Руководители говорят, что попав сюда и одев воедную форму, подростки меняются на глазах. Они становятся настоящими патриотами. На одном из соревнований нашему бойцу было предложено снять нательный крестик. Ну вот я был горд ответом нашего Паши, который сказал, ну оторвут мне голову, оторвут, значит судьба моя такая. Крест снимать не буду. Если он сейчас не снял крест, значит он снимет его уже никогда. Строевая подготовка и азы владения оружием эти тренировки в клубе устраивают постоянно. Военному делу ребят обучают и солдаты местной воинской части. Постепенно, качественно стал уже клуб, конечно, состав клуба, благодаря его руководителям меняться. И теперь уже даже действующие военнослужащие могут что-то почерпнуть уже отсюда в плане экипировки, в плане порядков. А это уже тренировка в полевых условиях. Задача молодых бойцов задержать группу террористов. На пути их автомобиля «Ушаковцы» устраивают засаду. Задача ребят усложняется. В салоне автомобиля обнаружены подозрительные ящики. Бойцы связываются со штабом. Скорее всего, это ядерный заряд. Принял. Ждем химиков, занимаем оборону. Вас понял. Отряд химиков на квадроциклах прибывает на полигон уже через считанные минуты. Соблюдаются все меры безопасности. Бойцы облачены в защитные костюмы и противогазы. Ящики исследуют с помощью специальных приборов. Свои действия на подобных учениях «Ушаковцы» отрабатывают до идеала. Захват боевиков, минирование территории, разведка местности, сценарии тренировок меняются постоянно. Нас учат ставить растяжки. У клуба имеется большой запас различных учебных мин, растяжек. То есть нас учат с ними обращаться. В мои обязанности входит прикрытие группы. То есть я являюсь, по сути, основной огневой мощью. В клубе азы военного дела познают и девушки. Даже несмотря на наведенный марафет, они наравне с юношами бегают по полигону с автоматами. Говорят, что это им пригодится в будущем, по крайней мере за себя. Они уже готовы постоять. Мы попали сюда случайно, нас просто знакомый позвал. Нам просто очень понравилось. Это дисциплинирует очень сильно. Это очень большая ответственность, когда тебе, допустим, командир дает задание, ты его выполняешь. Связать свою жизнь с военным делом в этом клубе планируют большинство ребят. Но пока «Ушаковцы» готовятся к 70-летию победы, 9 мая они займут свой пост у памятника героям-освободителям. Митриковалев и Андрей Спиридонов. Республика. В рамках фестиваля национальной книги 2015 через книгу «К согласию народов» в Чебоксарах открылась выставка «Костюм народов России» в графике 18-19 веков. Эта выставка прибыла в Чувашию из Российской государственной библиотеки искусств. Гравюры, литографии, акварели русских и зарубежных художников. В них представлен различный взгляд мастеров разных эпох на национальный костюм многочисленных народов, населявших Российскую империю. Для подрастающего поколения очень нужно, чтобы они правильно видели и знали, какие костюмы одевали, какие головные уборы, какие поясные украшения. Вот это нам надо, чтобы точно знать. Своё. Ведь любая культура, сначала надо свою, как все это знают, а потом и другие, конечно, звучат. На выставке также представлено большое количество книг об истории костюма разных народов. Наша землячка Ирина Калентьева вновь отличилась. Победила в гонке кросс-кантри, которая прошла в Швейцарии. Результат Ирины – 1 час 17 минут и 48 секунд. У её подруг по сборной России Кристины Кирилловой и Надежды Антоновой 7 и 11 результаты, соответственно. Скоро в Чебоксарах будет сдан в эксплуатацию Ледовый дворец. Самое крупное в республике спортивное сооружение планируется достроить к началу лета. Однако объект до сих пор не имеет названия. Минспорты Чувашии объявляют конкурс на лучшее название Ледового дворца. На сайте министерства организован интернет-опрос, в котором предложены 8 вариантов. Арена Чувашия, Арена Побед, Чемпион, Чувашьень и другие. Можно предложить и свой вариант названия. Баннер для голосования расположен на сайте Министерства физической культуры и спорта Чувашской республики. В верхнем правом углу. Грамотность сегодня. В современном мире наблюдается тенденция к упрощению правил русского языка. А подавляющее большинство населения перестало читать книги и письма, пишут чаще в электронном виде. Тем не менее, грамотность по-прежнему остается частью и показателем общей культуры. Как бороться с безграмотностью? Ответ на этот вопрос мы узнаем в программе «По существу» сразу после выпуска программы «Республика». Я с вами не прощаюсь. Увидимся через несколько минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова